Жанна Тужакьянова, венесуэльский боксер очень и очень даже серьезный. Итак, боксеры уже в ринге, Нион Фрес Парехо, Венесуэла, 17 победных боев, 18 досрочных побед, одно поражение также нокаутом, одна ничья. Это легчайший вес, друзья. 29 лет, Нион Фрес Парехо, и вот он обладает этим временным титулом чемпиона WBA. Завоевал его в прошлом году, 13-30 августа. Сейчас вот защита. И вот соперник его, Жанна Тужакьянов, который будет пытаться сегодня в 12-раундовом поединке отобрать этот пояс временного чемпиона. Жанна Тужакьянова, 32 года, он на 3 года старше своего соперника, 25 победных боев за плечами боксера из Казахстана, 18 досрочных, одно поражение, но без нокаута. Обратите внимание на то, что с 20 мая 2011 года Жанна Тужакьянов побеждает всех своих соперников только досрочно, 12 раз подряд, если я не ошибаюсь. Последний бой Жанна Тужакьянов провел 9 мая этого года и выиграл у Эктора Роланда Гузмана, боксера, который на тот момент не имел поражений, выиграл нокаутом в 6-м раунде. И в том бою он завоевал вакансированный титул WBA International. Также у Жанна Тужакьянова титул чемпиона Европы, который он выиграл в прошлом году в Англии. Вот такие регалии соперников перед сегодняшним поединком. Все более и более статусные гости собираются в этом зале. Зал, который хорошо известен на побережье Средиземного моря. Зал, который, ну здесь бокс тоже присутствует примерно в год 1-2 раза, но в основном это зал для музыкальных эстрадных шоу, выступлений звезд эстрады. Таких как Шарль Азнавур, Фрэнк Синатра здесь выступали, Джо Кокер, а также Стив Вандер, Тина Тернер, Элтон Джон, ну и, можно сказать, все звезды музыкального бизнеса. Ну а тем временем поединок начался. Я думаю, проблем вы не испытаете, чтобы различать кто где. Джоанат Джекьянов в белых шортах. Его соперник в черных и его имя, фамилия у него написаны на поясе. А Double Z на поясе у Джекьянов. Это ввиду того, что по-английски его имя и фамилия так пишется, что начинается с букв Z. Кстати, неплохая любительская карьера, ну по большей части на локальном уровне, но все-таки в 2003 году был призером универсиады Республики Казахстан, Джоанат Джекьянов. В 2004-2005 годах был серебряным и бронзовым призером на международном турнире, который проводился в Караганде имени Галыма Жеролгапова. И в 2005 году в Шемкенте занял второе место, а на следующий год уже выиграл этот турнир. И в 2007 году перешел в профессионалы. В 2005 поединке он потерпел то самое, свое единственное поражение в карьере. Этот бой был в России, я его смотрел и, честно признаться, ну уж как минимум Жанат этот бой не проиграл. Довольно спорным, я бы назвал, судейское решение. Ну, новичкам бывает трудность завоевать симпатии зрителей, судей сразу. Но потом у него все пошло хорошо. Начал он сотрудничать, кстати говоря, с известнейшим британским бойцом Рики Хаттаном, который является его и промоутером, и тренером. И вот, как уже мы отмечали, с последней победой решением судей у Жаната Жекьянова приходится на декабрь 2010-го. И потом уже, вот с 20 мая 2011 года, все свои поединки боксер из Казахстана выигрывал досрочно. То есть стал таким вот ярко выраженным панчером. Ну, а что касается его соперника, Юнфрес Парехо, венесуэлец, но большинство своих поединков, большую часть провел в Панаме, где дрался за разные версии титула WB, региональные. Был у него бой за временный титул еще в 2012 году против Уго Руиса, который сейчас выступает на категории высшей и в марте будет драться за титул WBC. Он тот бой проиграл техническим нокаутом, но Уго Руис действительно жесточайший панчер в этих весах. Ну, потом вернулся на победную стезю и в 2014-м, в августе, чуть больше года назад, завоевал титул WB, но титул временный. Ну и тогда с Руисом он тоже за временный титул дрался. Защищаем. Если я не ошибаюсь. Айта, 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 айта. Продолжение следует. Второй раунд включился. Жакьянов пытается атаковать. Идет на своего соперника. Отстреливается легкими джебами. Метисуэльский боксер. Жакьянов ищет возможность для атаки. Это стиль Жаната Жакьянова. Он прессингует соперника, старается отрезать его от пространства, найти удачные, удобные моменты для атак. Ну, причем действует он всегда атакующий, но меняет, скажем так, передачи, поскольку, если нужно, он может действовать в спокойной манере. Если, опять же, этого требует ситуация, он может действовать в очень высоком темпе. Ну, а Юнфрес Парехо боксер универсальный. Он может и пойти вперед, может и поработать вторым нойвером, побыть контрпанчером. У него очень длинные руки, и он активно этим пользуется. Очень хороший у него быстрый джеб. Старается он этим джебом держать соперника на расстоянии от себя. Вот хорошая контратака была в исполнении Юнфреса Парехо. Огрызнулся так довольно остро. Соперники пока что вычисляют. Каждый ищет удобную возможность для нанесения своей атаки. Ну, Венесуэльце пока удается, да, уйти из этих неудобных положений. Пытается отрезать его, отрезать углы, пытается остановить Жакьянов. Но пока это не очень получается. Друзья, на канале Матч ТВ профессиональный бокс. Думаю, за эти дни все зрители, которые с удовольствием смотрят новый спортивный канал в нашей стране, поняли, что это один из самых популярных видов спорта на телевидении. Очень широко представлен и ярко уже представлен на канале Матч ТВ. И чем дальше, тем интереснее будут вечера, которые мы будем транслировать. Тем интереснее будут бои. И все, что самое интересное будет происходить в профессиональном боксе, конечно, будет на наших экранах, друзья. Итак, ваши комментаторы Григорий Стангрид и Бабрис Скрипко. Трансляция из Монако в этом популярном месте на Лазурном берегу Средиземного моря. Профессиональный бокс. Пара, которая представлена сейчас на наших экранах, это венесуэлец Ион Фрес Парехо, который владеет титулом временного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации. Продолжение следует... ...поединков и все 12 выиграл досрочно. Поэтому горит желанием отобрать пояс у соперника и будет стараться сделать это досрочно. Шакьянов спиной сейчас на ваших экранах. Вы видите у него на шортах Double Z. Так начинается, с таких букв в английской транскрипции начинается его фамилия. Ну, а венесуэлец, как вы поняли, слева сейчас. Венесуэлец довольно легкий, длиннорукий боксер. У него 17 побед в карьере. 8 всего он завершил досрочно. Одно поражение, также досрочное и одна ничья. Но именно он владеет этим титулом, который выиграл в прошлом году. И сейчас пытается защитить. Ну, насколько велики шансы у него в этом поединке, мы с вами посмотрим. Будем определять это от раунда к раунду, как будут развиваться события. Но с первой минуты Жанат Жакьянов пытается искать счастье в атаке. Пока особых, таких тяжелых ударов ему нанести и точных не пришлось. Но он постоянно атакует, ищет моменты для того, чтобы все-таки сделать брешь в атаке соперника. Ну, а Йонес Пареха, Йонфрес Пареха, простите, защищается пока довольно внимательно. Но, как правило, уповает пока только на контратакующие действия. Первый раунд был, наверное, все-таки в пользу Жакьянова. Во втором увереннее все-таки начал чувствовать себя чемпион. И мне кажется, он нашел свой ритм. Особенно, что касается работы передней рукой, то есть работы джебом. Ну, это его главное оружие. Ему нельзя подпускать Жакьянова на более близкую дистанцию. Потому что, как вы уже говорили, у Жаната сокрушающий удар. Ну, вот сейчас пытался он провести такой боковой. Ну, у боксера из Венесуэлы, соответственно, очень серьезные преимущества в длине рук. И он его пока что использует в полной мере. Не раз мы видели, как Жанат вроде бы поддирается, но не хватает. Ему чуть-чуть, буквально нескольких сантиметров для того, чтобы кулак достиг подбородка его соперника. Ну что, отсюда, наверное, можно сделать вывод, что как только чуть-чуть начнет падать концентрация у боксера из Венесуэлы, а действительно все 12 раундов очень тяжело находясь в защите, отстреливаться. Даже вот так вот, как он это пока умело делает, когда-то может наступить им момент, когда, ну, как на какую-то долю секунды упадет внимание, потеряется концентрация, и тогда соперник, безусловно, может воспользоваться. Продолжение следует... ...из того, что сказал Рикки. Во-первых, он призывает Жаната атаковать двойным джебом, а затем правой прямой после этого выбрасывать. Он, в принципе, просит его выбрасывать больше ударов, чем Жанат делал в предыдущих трех раундов. Помимо этого, просит эффективно отрезать от пространства и побольше двигаться, и тем самым заставляя больше двигаться Юнфреса Парехо. Рикки Хаттон считает, что у Парехо будут проблемы с выносливостью, и по ходу поединка с каждым раундом Парехо будет замедляться. Соответственно, Жанат будет подбираться к нему все ближе и ближе. Ну, посмотрим, насколько план Рикки Хаттона сработает. Вообще, надо, конечно, отдать должное секунданту. Очень детально и точно он разобрал поединок на данном этапе. И каждое замечание, каждый совет, который дал Хаттон своему подопечному, они все по делу, абсолютно. Когда Хаттон это говорил, было ощущение, как будто он по бумажке все это читает, настолько это все было обстоятельно и точно. Соответственно, доходчиво. Да, очень доходчиво. Но все-таки перед боксером из Казахстана очень серьезный соперник. Парехо, кстати говоря, проводил 12-раундовые поединки в своей карьере. У Жаната Жакиянова лишь один раз он проходил дистанцию в 10 раундов. И это был как раз его последний поединок. С тех пор максимум Жанат боксировал 7 раундов. И прошлый бой дошел до 6-го раунда. Ну, естественно, он должен... Сейчас у нас уже 4-й раунд. И пора, мне кажется, Жакиянову приступать к более серьезным действиям. Ну, вот как раз о чем его и просит тренер. Да, потому что неизвестно, как он будет выглядеть действительно в последних, а тем более в чемпионских раундах. Поэтому надо-надо стремиться взять бой как можно раньше. Ну, опять же, мы хоть и отмечаем, что Жанат Жакиянов не проводил поединки длиной 12 раундов. Из того, что наблюдали до этого, ни разу не подавал он признаки того, что у него какие-то могут быть проблемы с выносливостью. Такое впечатление, что если бой будет продолжаться вот так вот, в таком темпе, в такой плотности со стороны боксера из Казахстана, то он может затянуться. Вот почему-то не покидает меня ощущение, что чуть-чуть, если извините темп, чуть-чуть, если поднимет его Жакиянов, то начнутся проблемы у соперника. И тогда, после первого попадания, эти проблемы уж угубятся, конечно, во много раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, паники никакой не ощущается, такая спокойная обстановка. Ну, собственных поводов для паники пока своим наставникам Пареха не давал. Ну, там достаточно короткие были инструкции, просили Янфреса Пареху все-таки атаковать первым, то есть не ждать, когда будет атаковать соперник, а стараться действовать, хоть несмотря на то, что как бы по движению в ринге Пареху действует вторым номером, он двигается в основном назад и в стороны, но все же атаковать первым, а не ориентироваться на атаки своего соперника. Ну, это довольно трудно сделать, это же надо поймать момент. Соперник постоянно нависает, постоянно давит, может, и не так много ударов выбрасывает, но он все время над тобой, он все время близко. И не просто он все время над тобой, но, опять же, Пареху нужно держать в голове то, что соперник обладает действительно сокрушительным ударом. Хороший двойной джеб в исполнении Янфреса Пареху, сначала в голову, потом в корпус, и вот размен левыми крюками, но и видно, насколько тяжелее удар у Жакиянова. Да, конечно. Парех как будто от своего удара отскочил назад, да. Как в стену попало и отлетел. Но Арики Хаттон, опять же, по сути, только чуть более коротко повторил все то, что он сказал в перерыве между третьим и четвертым раундами. Он сказал, усиливай активность, он будет замедляться, и двигайся из стороны в сторону, когда подходишь, то есть работай корпусом. Это поскольку Пареху действует джебом. Ну, кстати, недостаточно еще делает, пока еще не так сильно раскачивается. Но опять же, сделать это очень непросто, поскольку, с одной стороны, да, сильно раскачиваясь, ты теряешь баланс, и гораздо тяжелее становится подойти. А покрыть дистанцию нужно очень большую, и для этого нужно держать хороший баланс. То есть здесь вот такой замкнутый круг. И нужно найти свой ритм. Но и все-таки подходить лучше с ударами. Безусловно. Неплохо. Хорошо, справа. Заканчивается раунд. Такая охота Жакьянова уже просто явной становится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. В начале раунда неплохую комбинацию из трех ударов выбрасывает Джанаджи Кьянов. Есть ощущение, что он потихонечку подбирается. Может быть, не так быстро, как хотелось бы его тренеру или ему самому, но все же подбирается он к Янфресу Парехо. Он практически не рискует. Вот в чем дело. Да, есть такое. Может быть, стоит и чуть больше рисковать. Но опять же, соперник опытный, соперник искушенный, соперник умеет многое в ринге. И пока что, в целом, очень тяжело оценить, как считают этот поединок судьи. То есть здесь может быть, например, 3-2 в пользу как одного, так и другого по раундам. Да, смотри, что они оценивали. Ведь в профессиональном боксе защиту тоже могут оценить, если она хорошая, если она действительно такая вот явная, и благодаря которой соперник, благодаря защитным действиям и выигрывает бой. В таком случае эти действия оцениваются. Вполне возможно, что 3 раунда могли бы отдать судьи и венесуэльскому боксеру. Ну а если оценивают активность, что тоже бывает очень часто, то активность, конечно, здесь на стороне боксера из Казахстана. Здесь, если оценивать активность Жекьянова по отношению к тому, как действует Пареху, все-таки есть ощущение, что Пареху так действует не потому, что Жекьянов его заставляет, а все-таки он сам, в принципе, собирался действовать в таком ключе. Ну а боковые судьи, раз уж мы заговорили о том, кто как оценивает и возможность, да, как это будет, то судьи, конечно, вполне опытные и известные. Это Стэн Крестодолу, Южная Африка, Леви Мартин из США, ну и Джузеппе Куарторонне из Италии. Хороший знак для Жената Жекьянова, что у него начинают проходить джебы. Это значит, что он находится на уже близкой и удобной себе дистанции. Он находится на линию огня. И вот сейчас вот мы видели, да, под конец раунда неплохие атаки. 10 секунд, 10 секунд, она, 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 Продолжение следует... Мы видели, как Йон Фрес часто действует джебом передней рукой, левой, но тренер просит, чтобы он и не забывал про атаки справа. Все-таки не так часто Йон Фрес действует правой рукой. Но не дает ему соперник этой возможности практически. Да, опасается он, потому что здесь может быть правой на правую. А судя по тому, как боксеры до этого разменивались левыми крюками, в общем, очевидно, что этот эпизод может быть не в пользу обладателя титула. То есть Йон Фреса Парехо, боксера из Венесуэлы. Небольшое столкновение головами, но, к счастью, никаких травм это не вызвало. Вот джеб и удар справа. Подбирается, подбирается Жакьянов. Хорошо, да. Как я уже говорил, одно хорошее попадание может поменять рисунок боя и даст возможность Жакьянову все-таки и активнее действовать, и точнее, и раскованнее. Да, поскольку одно точное попадание, оно может посеять еще большее зерно сомнений в голове Парехо, и он будет скован, действовать не так уверенно, не так активно, и у Жаната будут появляться возможности для того, чтобы подбираться на удобную для себя дистанцию, проводить удобные для себя атаки. Хороший боковой. Это уже серьезное попадание, друзья. Ну, на мой взгляд, Жанат сделал все правильно. Все-таки поединок для него в плане титула очень важный. В 32 года получить такой пояс, не мальчик уже. Надо задумываться о больших победах. Поэтому он исключил риск в первой половине боя практически, но не давал шансов и своему сопернику тоже. А вот сейчас, во второй половине, начинает действовать уже решительнее, агрессивнее, самое главное. Быстро пролетают раунды. Бой интересный. Она была образована, много заслуг на ее счету. И, кстати, интересный момент. Когда Мэнни Пакьяо приехал в США, первый поединок его против Лехло Лидвабы, Лидвабы был как раз-таки боксером компании Golden Gloves. И он должен был драться с Энерики Санчесом, но Санчес отказался от боя за две недели до самого поединка. И Golden Gloves искали соперника и выбрали в сопернике Мэнни Пакьяо. Вот так вот Мэнни получил свой шанс на титул и тогда в шестом раунде нокаутировал Лехло Лидвабу и успешно дебютировал в США. Ну, что было дальше, я думаю, вы все прекрасно знаете. Мэнни вырос в настоящую легенду. Ну, возвращаясь к нашему поединку, Жанат Жакьянов, вот Рики Хаттон на ваших экранах, легендарный британский боксер, он сказал следующее. Он, чтобы Жанат действовал спокойно, не торопился, финтил передней рукой, то есть различные вариации финтов выполнял и после этого проводил свои атаки. Ну, и также Рики отметил то, что удары Жаната уже начинают потрясать Йонфреса Парехо. Ну, рано или поздно это должно было случиться. И самое главное, да, суетиться не надо, этот шанс рано или поздно представится. Все-таки восьмой раунд, какая-то усталость должна настигнуть, как бы хорошо не был готов Парехо, все-таки в какой-то момент усталость скажется. Как бы не закончился этот тренинг. Очень тяжело весь бой проводить в защите, очень тяжело. Безусловно. Это в любом виде спорта, а не только в боксе. Под прессингом, да. Только лишь самые большие мастера могут это делать. Я хотел отметить, что как бы бой не закончился, связка боксер-тренера в лице Рики Хаттона и Жаната Жакиянова очень мне нравится. Рики действительно очень умный и тонкий тренер. И Жанат очень хорошо слушает и выполняет все рекомендации, все задания своего тренера. И разработанный на бой план. Кстати, интересно, да, вот я сейчас подумал, что когда Рики Хаттон выступал, был в расстрете своих сил, и тот бокс, который он демонстрировал, в общем-то, не предполагал такого детального анализа, да, проработки. Потому что боксер, он был тогда не очень-то уж, гораздо на выдумке. Даже вспомним тот для него главный бой в жизни, когда он отобрал титул и Костя Дзюк. И все равно он не столь изощренно действовал. Просто у Костя в какой-то момент кончился бензин. Ну, а вот видите. Бой получился очень упорным и интересным. Атакует Жекьянов. Да, Пареха нужно... Вот сейчас он атаковал двойками, слева-справа, прямые удары. Ему, конечно, нужно действовать так чаще, потому что видно, что начинает Жанар подбираться. Но слишком часто это делать у него не получается. Все-таки прессинг действительно очень жестокий. Он использует на себе часто, а просто очень редко, как я бы сказал. Но пока все равно он действует очень внимательно, надо отдать ему должное, да? Да, я думаю, что пока что... Концентрацию не теряет, практически. Здесь, поскольку у нас нет накануне никаких титулов WBC, мы не знаем, какой счет нам его не объявляют. Мы его узнаем только тогда, когда закончится поединок. Ну и сейчас у нас позади 8 полных раундов. Честно говоря, я затрудняюсь сказать, кто побеждает. Может быть, может быть, Жекьянов чуть... Я все-таки отклоняюсь в сторону Жекьянов. Да, может быть, небольшое преимущество имеет Жекьянов. Но опять-таки, как у нас здесь, отсюда, с наших позиций, так кажется. Там, когда сидишь в непосредственной близости у ринга, все немного кажется в другом свете. Другой угол зрения. Стоп! По активности, конечно, весь бой Жекьянов ведет. Безусловно. Он постоянно атакует, то он постоянно ищет бреши. Он наносит удары. Может, меньше, чем ему хотелось бы. Но, тем не менее... Это 9 раунд. Не так часто Порехо комбинациями действует. Это был один из редких моментов. Я все жду, когда длинную серию попытается провести Жекьянов. Не так-то просто это сделать. Несмотря на то, что Порехо довольно высокий по отношению к Жекьянову, он неплохо уклоняется от ударов, подседает под удары. Подседает, локти на месте. Под конец раунда неплохой боковой удался Жекьянову. Ну что ж, наступает сейчас. Порехо комбинациями. Десятера раунд. Нам еще раз Дают Технические характеристики боксеров Количество боев Побед Раскачивается из стороны Жакьянов Пытается запереть Соперника у канатов Рикихатан сейчас кричит Заставляя его промахиваться Тогда надо выдергивать его на себя Рикихатан кричит Наноси удары Хорошо В зале со стороны болельщиков Совершенно не шумно Все как-то так затаят дыхание Тихо смотрят И очень четко слышны Команды из угла Другого боксера Ничто их не заглушает Ну а Пареху Говорят, что он первым номером работал Денисуэрис тоже сейчас Включит свои резервы Резервы характера Мне так кажется Потому что Здесь надо проявить уже стойкость Ответную агрессивность Распускает боковой Резуэлиц Снова Шакьянов в атаке Ну вот попытка провести длинную серию Не заигрывается же она тут Заигрался, пропустил Ну посмотрите Пареха видит, да? Немножко увлекся же она И был момент Когда пропустил он Неприятный удар Да, Пареха не был Растерян В этих своих защитных действиях Не смутился вот такой Длинной атакой соперника Один раз неплохо ответил Да, то в защите Пареха совсем неплохо Здесь он поскользнулся Потерял равновесие А это реакция угла Жакьянова Неплохой показ, правда? Очень неплохой И Хаттон сейчас еще сказал Что он очень устал Имеется ввиду Пареха Имеется ввиду Что Пареха, да Насколько свеж В этих заключительных Двух раундов Будет Жакьянов Сейчас, в общем-то Вот кто выиграет Эти два раунда Два раунда Мне кажется Того будет больше Всего шансов Все может В таких поединках Чаще всего так и бывает Кто выиграл Заключительные два раунда Иногда бывает И даже и заключительный раунд Тот и выиграет Чемпионскими Да Все-таки Недостаточно Жанат финтит Передней рукой Во всяком случае Тренер его Просит делать это Больше и чаще Ну хорошо Джебом попал Но справа К сожалению Уже удар прошел мимо Справа Хорошо Под джеб Попал Жанат Рики Хатон кричит Заставляй его промахиваться И потом заплатить за это Ну это имеется ввиду Что Провалить Уйти от удара И тут же атаковать Ну пореха Не очень-то ведется Вот На такие действия Да Он тоже собран Хорошей выдержкой Обладает Отличная атака Джекиянова Но при этом Один Аперкот Все-таки Пореха удался Хорошо С дистанции Передней рукой Заключительная минута Раунда Сейчас Справа попадает Джекиянов Но пропускает Одиннадцатый раунд Так далеко он еще не забирался В своих победных досрочных боях Но нужно сказать уверенно Он смотрится на неизведанной территории Хороший боковой Но соперник стоит Я думаю Что этот раунд Остается За Женатом Жекияновым У него попадание есть Вот и снова Прямой Отлично Отлично он завершает этот раунд Очень эффектным И точным ударом Да Безусловно Раунд он выиграл Снова в атаке Казахский боксер Подбадривает Доволен действиями Своего подопечного Рики Хатан Снова неплохо Я думаю Что очень нужен Женату этот раунд На мой взгляд Предыдущий он выиграл И если выиграет этот Я думаю Что это Ну Весомая заявка На победу Неплохо Подобрался И боковым достал Соперник Жекиянов Соперник постоянно Идет назад Выбрасывает эти удары Так уже Мне кажется На каком-то автомате Но Все таки Видят Действия Жекиянова Я думаю Чуть все таки Пореху Подустал Но Мыслит все таки Ясно 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 Безусловно Хорошая серия Легких точных ударов Стоп 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 Ассоциации Пореха Бокс хорошего качества Бокс хорошего качества Рики Хаттон Доволен всем Что делал его подопечник Думается Да Когда комментируешь Трудно считать Конечно Каждый раунд Но да Склонюсь К такой оценке А может даже И 116 112 Но хороший боксер Будем констатировать Потому что Защищаться он умеет Делает это Хладнокровно Искусно Выдержал Практически До конца Вот этот прессинг Со стороны Жаната Жеканова Ну а Отдаст пояс Или нет Узнаем Буквально Через минуту Другую Данный временный пояс Дает Претендентский статус На бой с полноценным чемпионом В этой весовой категории Им является британец Джейми Макдонал То есть Это Бой с ним Это уже действительно Большая арена И Хороший гонорар В Британии Платят очень хорошо Потому что Внимание к боксу Там Действительно Огромное Особенно Если речь идет О боксерах Кстати Если Жекианов Выйдет на этот бой Который скорее всего Конечно будет в Англии Поскольку Чемпион Будет драться На своем ринге То Надо заметить Что у Жекианова Есть опыт боев В Англии На острове Он Звание чемпиона Европы Выиграл там Это было в 2014 году Трижды Трижды он боксировал В Великобритании Итак На ваших экранах Боксер из Венесуэлы Ион Фрес Паретон Пока еще Пока еще Обладатель пояса Ион Фрес Паретон Ион Фрес Паретон Кстати Это прекрасная дама Недавно была Три дня назад В Казани Которая держит пояс 115-113 В пользу Жаната Жекианова 116-112 В пользу Парехо У нас раздельное решение судей Американец Все зависит от итальянца 113-116 116-113 Новый чемпион Вот так вот Двое судей Отдали победу Жекианову Американский судья Почитал, что сильнее Был обладатель пояса Ион Фрес Паретон Который Махнул рукой Недовольно Но пояс придется отдать Ну что ж Поздравляем Жаната Жекианова Чемпион Жанат Жекианов 32 года Женат Жекианов